всем привет друзья сегодня у нас ночью целую ночь был снег и прям очень много смотрите я стою рядом с окном тут вообще прям теплицы все убрал сегодня вам буду отвечать на вопросы про мускусных уток решил вот рассказать вам на фоне посидеть чтобы вы видели меня и уток буду так сидеть рядом они конечно меня боятся но все равно вот я вот сейчас смотрел там некоторые каналы там некоторых уже регион даже в россии же тепло там уже дождь у них шел плюс у нас конечно в чуасской республике не очень тепло у нас наверное сегодня около минус 15 снег метет вот видели наверное в теплице за ночь сколько там снега накопилось столько снега как в этом году было не помню когда было даже сколько себя помню когда маленький был помню что было много но последние 5-7 лет точно не было вот в этом году у нас весна поздняя еще также посмотрел свои видео про мускусных уток у меня в прошлом году мускусные утки занеслись 2 февраля это занеслась у меня первая уточка которая вот эта вот ручная была если вдруг помните которая мне еще водила гусят вот а в этом году даже пока что яиц и не нужно выведутся учата на улицу холодно куда их деть непонятно вот но все-таки некоторые задаются вопросом как заставить или как простимулировать что мы неслись индоутки потому что там где тепло уже более-менее в регионах где тепло они все-таки уже как бы хотят начать инкубационный период но утки не несутся вот об этом сегодня вам расскажу для любой птицы это самый главный фактор это длительность светового дня он должен быть хотя бы 14 15 часов это нужно увеличивать световой день не так чтобы резко раз 15 часов с того какое у нас было количество светового дня потихоньку каждый день по полчаса и так в течение нескольких дней у вас наберется до 15 часов вот вот это вот самые первые главное для любой птицы у них это как бы дает какой-то сигнал и у них уже как-то организм начинает наверное работать по-другому второе это естественно содержание кормление и в каких условиях вы их содержите если помещение у вас как и все равно холодно то от увеличение цветового дня тоже большого толку такого не будет нужно все-таки и немного тепло это хотя бы плюс 5 и для них это уже можно сказать оптимальной температуру чтобы начать яйцекладку и кормление как только не занесутся или до того как занесутся они за неделю нужно давать витамины можно также давать дрожжи красный перец красный перец можно добавлять воду одну пачку на ну сколько там вам 3 литра даете туда насыпаете и как бы но многие говорят что как-то она действует что помогает при чтобы простимулировать их яйцекладки потом от дрожжевания дрожжи кормовые даете либо за пекарные так потом даете всякие добавки это обязательно ракушку должна быть или хотя бы песок должен быть кальций в рационе это мел добавлять рыбий жир мясокосную муку там что еще серу так потом еще там как называлось это ой забыл жмых если же вы не хотите так заморачиваться то можно просто давать комбикорм для несушек так намного легче и для вас и как бы вам намного удобнее так так дальше это нужно обязательно для уток обустроить гнезда потому что они вот когда например сделайте им гнезда и поставите положите туда подкладное яйцо они будут видеть то что там уже кто-то снесся и они как бы тоже будут по стадному инстинкту наверное тоже будут начинать яйцекладку это действует и на курах и на гусях наверное и на утках тоже если вы подкладываете туда подкладное яйцо это можно сделать деревянное можно купить в магазине пластиковые можно положить какой-нибудь белый пластиковый теннисный шарик тоже можно так делать вот что еще забыл сказать также весной нужно уже перед яйцекладкой разделять разделять уток по семьям я их пока что не разделял потому что недели три я думаю яйцекладки точно не будет и мне это не нужно у нас и март теплым не обещают поэтому как бы пока что яиц и не нужно вот я вот вроде бы самые такие важные факторы определил но все-таки заставить прям их нестись невозможно если утка сама не захочет и либо есть что-то не понравится то яиц не будет поэтому от утки конечно тоже многое зависит и зависит еще от возраста если у вас уточка там прошлогодние или двух годовалая они могут начать более суровых условиях нестись а молодые им как бы они пока хорошие условия не будут они нестись не будут и хотя бы должно быть семь месяцев у меня летом и 6 месяцев неслись молодые но весной примерно в 7-9 месяцев начинает нестись и еще один вопрос это сколько времени продолжительность можно хранить инкубационное яйцо это вот например удочка начала нестись и многие говорят там неделю 10 дней но я считаю что так как у них там есть в округе яйца какой-то налет особенный у мускусных вот так это такой немного оливковый цвет можно хранить до 15 дней спокойно это без всяких уже но если 15 дней хранить ничего с ними случится там выживаемость зародыша не снизится а уже после 15 дней уже процент того что оттуда выведется утенок уже будет уменьшаться поэтому 15 дней это спокойно можно держать при какой температуре хранить это примерно от 7-10 градусов прям вообще идеально для яиц вот естественно можно хранить боком яйцо как обычно лежат в гнездах можно также в воздушной камерой вверх я обычно когда храню яйцо записываю когда снесла жуточка чтобы узнать это новое яйцо либо более старое так намного удобнее самому знать в общем вот так и еще вот вопрос был такой под прошлым видео уточка у меня несется сядет ли она на яйцо или нет если вы собираете яйцо с гнезда то вероятность очень низкая что сядет но все-таки есть утки такие хорошие мамаши которые будут сидеть а если оставляете яйцо естественно же яйцо вы оставляете если не ниже плюс 5 хотя бы плюс 3 минимум плюс 5 и выше намного лучше то тогда вероятность того что уточка сядет наверное около 90 процентов потому что почти все утки садятся если у них в яйце накопится достаточно хорошие колеса яйца старые утки они все садятся а вот молодые вот насчет них немного можно сомневаться поэтому если яйцо в гнезде то скорее всего она будет сидеть на яйцах и высиживать вам в чат на этом у меня все если вам ролик понравился ставьте лайки подписывайтесь на канал как остались какие-то вопросы пишите в комментарии всем буду отвечать мне было очень приятно вам рассказать то что я знаю всем большое спасибо за просмотр всем пока пока